Бизнес, инвестиции, бюджет, привык. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Администрация Кирова продала еще одну иномарку из своего парка. На вырученные деньги закупают отечественные авто. В автопарке Мэрии, напомню, было две Тойоты Камри. Одну продали в августе. На полученные деньги купили две новые «Лады-гранты». А недавно, как сообщает портал «Источник онлайн» со ссылкой на слова сети менеджера Вячеслава Симакова, была продана вторая «Тойота». Выручили 2 миллиона 300 тысяч. Часть денег пошла на покрытие покупки гранта. На оставшиеся планируют купить «Ниву». После ее приобретения останется еще полмиллиона, цитирует портал Симакова. Градоначальник отметил, что обновление автопарка и замена иномарок на отечественные автомобили будет идти в дальнейшем. В первую очередь, потому, что иномарки дороже в обслуживании. Экономика. Кировчан, выкидывающих мусор на незаконные свалки, находят с помощью фотоловушек. Технику для съемки устанавливают в тех местах, где обычно образуются несанкционированные свалки. Рассказал в эфире нашей радиостанции министр охраны окружающей среды Тимур Абажев. Фиксируют нарушителей по номеру машины, когда они приезжают вывалить мусор, например, в лесную зону. Затем данные с камер передают в МВД. Таким образом, в этом году удалось выявить уже 11 нарушителей. Их оштрафовали. Общая сумма штрафов – 158 тысяч рублей. Помимо этого, виновных в организации свалок обязуют их ликвидировать. В эфире «Экономика». Рассмотрение кассационной жалобы на приговор Илье Шульгину отложили на неделю. Решение об этом было принято на заседании, которое состоялось 4 октября. Следующее назначено на 11 число. Напомню, что бывшего главу администрации Кирова Илью Шульгина приговорили к 2,5 годам лишения свободы за приемку некачественных камер фото- и видеофиксации. А на полтора года был осужден бывший начальник УДПИ Алексей Ишутинов. Приговор был обжалован в Кировском областном суде, но устоял. Позднее защитники Шульгина и Ишутинова подали кассационную жалобу на решение апелляционной инстанции. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове.